Доброе утро, команда! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Ждёте? Ну, привет! Привет, друзья! Какие вы хитрые! Привет! Как настроение, команда? Я рад вас видеть, видеть ваши отклики, плюсики, и в скором времени слышать вас всех. Привет ещё раз! Спасибо большое за то, что ждали. Я очень соскучился по вам, по всем. Уже такое ощущение, как будто у меня не неделю не было, а очень большое время, несколько месяцев. Просто я очень тоже соскучился по проекту. Достаточно одного-двух дней, и всё. Ломка. Ломка, да, началась. Хочется работать, хочется дальше двигаться. Куча идей, мыслей, а за отсутствием интернета и возможности даже не удаётся воплотить их. Довольствовался тем, даже небольшим интернетом, который был у меня. Короче, Мише было тяжело. Но я хочу сказать, что мне, Мише, очень сильно не хватало в плане статистики, чтобы видение было, что в команде происходит. Технической части. Ну и вообще не хватало очень сильно. Его поддержки в чатах везде не хватало. Покажитесь, да ты чё, мы только проснулись. Небритые, лохматые. Ну, с учётом того, что я в час ночи только приехал, и просто у меня даже не было сил чай попиться. Да. Да, я сразу отрубился. Почти что. Половинка его на полу, половинка на диване была. Вот, всё нормально. Ребят, ну, в принципе, да, собрались-то мы по поводу того, что у нас сегодня планёрка. Это первое. Во-вторых, у нас осталось два дня до конца каталога. Ещё целых два дня. Да, ещё целых два дня. Хотелось бы узнать ваше настроение. Как вы сейчас думаете вот эти два дня наполнить? Мне очень понравилась вчера планёрка была у Олеси. Я не знаю, может, вот эта как раз планёрка. Сейчас я вам слайдик один поставлю. А, нет, наверное, не эта. Мы не подготовили планёрку слайда. Да, у нас было без слайда сегодня. Мы открыли сейчас первую попавшуюся планёрку для того, чтобы поставить титульную картинку. И просто решили с вами сегодня поговорить. Друзья, я уже своей команде писал, насколько я был удивлён, поражён людям, их мечтам, целям, движениям, то есть действиям на Украине. Я был в Донецкой и Луганской области, и как вы можете сами знать, догадываться, там Арифлейм развивается только за счёт лидер. То есть там нет поставок в СПО. СПО, если и есть, то поставок в них нет. Лидеры для своих команд сами ездят на территорию Украины и получают лично все заказы, рискуя... Героические люди. Да, проходят все таможни, границы и привозят заказы уже своим партнёрам. То есть у них не всё так просто, очень тяжело идёт работа. Но тем не менее, люди развиваются, растут. И с учётом того, что у них сейчас огромная потребность в работе, то есть те деньги, зарплаты, которые платятся на территории, допустим, Донецкой и Луганской области, многих людей не устраивают, они работают в Арифлейм. И на рынке, допустим, прогуливаясь по базару, я видел большое количество людей, торгующих на прилавке продукции Арифлейм. Я понимаю, что это запрещено, что нельзя продавать продукцию с прилавка. Но я не могу ничего сказать плохого, против или пожаловаться на этих людей. Они делают все возможные действия с компанией Арифлейм для того, чтобы расти дальше, просто двигаться. И они растут. Вы знаете, мы просто проводили параллель, что получается мы сами развиваемся в тепличных условиях. То есть нам всё на блюдечке с глубокой каемочкой подносят и заказы домой привозят. И офисов везде полно, да, и встречают, и обслуживают. Так мы ещё умудряемся быть недовольными, что там менеджер СПО не так на нас посмотрел или не так нам что-то сказал. Ребята, надо ценить то, что вы имеете. Как говорится, что имеем не ценим, а потерявши плачем. Вот будучи на рынке, тоже стоял возле одного прилавка, не специально, просто стоял и услышал, как разговаривала женщина. Я не знаю, на каком она уровне, может быть, звание. А что-то не познакомилась. Ну, что-то она занята была, по телефону разговаривала. Она сначала позвонила какой-то клиентке, договорилась о встрече, что приготовила для неё крем против пигментации, который та ждала долго. Потом следующие звонки у неё были уже по работе. То есть она, даже будучи за прилавком, пока у неё нет клиентов, она созванивалась с людьми. Как раз то же самое, что у нас Лукоянова Лена недавно в чате писала, как она с Али Левтиной Рубцовой ездили с малышами, с колясками и совмещали онлайн и оффлайн. Так и здесь люди совмещают и на текущий момент продажи, и звонки уже по команде, по структуре. То есть работают всеми возможными методами. Ведь если они не будут этим заниматься, соответственно, им не на что будет жить. То есть у них ситуация ещё хуже. Вы знаете, есть такое выражение, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет отговорки. Поэтому да, вы выберите вы где, вы ищете возможности или ищете отговорки. Потому что, вы знаете, ситуация может быть разная в жизни. И я вот по опыту знаю, что когда пройдёте вот этот путь, он может быть нелёгкий, кому-то легко даётся этот бизнес, кому-то тяжело через ломку, преодоление. Вы знаете, когда вы выйдете хотя бы на уровень директора, ребят, вы поймёте, что оно того стоило. Вы посмотрите назад на этот путь, полный испытаний и радостных моментов. И вы просто скажете себе, спасибо, я молодец, спасибо мне, что я выстоял или выстояла, не сдалась, и я продолжала карабкаться. Я когда маленькая была, мне бабушка всё время рассказывала притчу про двух лягушек. Вы наверняка её знаете, когда две лягушки попали в банку с молоком. А там было много молока, но они и выпрыгнуть не могли. И надо было постоянно грести, чтобы не утонуть. И вот они гребли, 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 гребли. И одна лягушка говорит, ты знаешь, я больше не могу. Она говорит, ты что, давай грести, у нас придёт спасение, мы обязательно что-нибудь придумаем. Какая-то помощь придёт, давай продолжать. Ещё немножко подгребли, одна говорит, нет, всё, я сдаюсь. И пошла ко дну. Вторая лягушка сказала, нет, я буду продолжать. И она продолжала биться в этом молоке. Вы знаете, оно прокисло молоком. Потом оно стало сметаной, а потом оно стало маслом. И она забралась на этот комочек масла. Из последних сил оттолкнулась и выпрыгнула из банки. Вы знаете, это вот лягушка победителя. Я ещё тогда маленькая ещё совсем была. И я себе просто сказала, что я всегда буду той лягушкой, которая будет продолжать грести. Я никогда не сложу лапки. Никогда! Ребята, я вам желаю тоже делать всегда выбор в пользу движения, потому что движение – это жизнь. У меня бабушка, когда умирала, ей было 88 лет, это вообще великий человек, она меня всему научила. И она, её, знаете, последние слова, когда мы с ней разговаривали, она сказала, «Лилечка, движение – это жизнь. Иди, пока ноги идут. Не идут, ползи, двигайся». Вы знаете, это вот великая мудрость человека, который прошёл войну. Ой, у меня аж прямо слёзы подступили. Это просто круто. Надо продолжать идти, ребят. Даже если тяжело. Цель поставил – иди к ней. По-другому никак нельзя. Ребята, сейчас такая ситуация у нас переломная с вами идёт. Два дня осталось. Для кого-то всего два дня, и лапы сложат, и всё бросит. А кто-то сейчас скажет, «Блин, ещё два дня, а у меня ещё нет кюшек на Сочи». Да? Нет новых уровней. Нет нового уровня. Или я ещё не подтвердила даже уровень прошлого каталога. Ребят, ещё целых два дня. У вас огромные команды. У кого-то они только начали формироваться. У кого-то уже огромные команды. Ребят, поднимите вот эту вот энергетику свою внутреннюю и идите к людям. Идите и рассказывайте. Рассказывайте им истории успеха. Вы знаете, недавно смотрела ролик Лёвой. И мне очень понравилось выражение. Девушка одна говорила, директор, которая выступала, что её зацепило в Арифлеем. Ребята, знаете, не история успеха, не то, что тут есть возможности. Она попала на одну встречу, где выступала директор. Вот директор, которая говорит, она была ужасная. Говорит, нельзя, конечно, про людей так говорить, но она была ужасная, она была жирная. Она была какая-то не очень приятная. У меня был визглявый голос. Но она сказала, «Да я ничего особенного не делаю, я просто беру и делаю. Вот я 800 долларов зарабатываю». Она говорит, для меня 800 долларов были просто фантастической суммой. Просто. И я когда посмотрела, что если эта женщина, вот это она смогла и сделала, я тоже пойду и сделаю. Поэтому не обязательно рассказывать красивые истории, как принц, принцесса поскакали на белых конях, и им волшебница встретилась и подарила им дворцы, замки и бриллианты. Нет, рассказывайте истории простых людей, простых людей, простых домохозяек, ярок, людей, которые без образования делают этот бизнес. Просто пусть люди нормальные, которые раньше думали, что Арифлейм – это фигня, пусть они поймут, что Арифлейм – это не фигня, что здесь возможности для всех людей. Понимаете? Для каждого человека. Но если он их услышит. Вы знаете, иногда люди не слышат с первого раза, не слышат со второго, с третьего. Но они услышат, если вы будете продолжать им показывать своим примером, показывать своим, как говорится, видением, действиями, поступками. Вы знаете, у нас с вами огромное преимущество, или есть то, что мы работаем в интернете. Просто если вы в офисе работали, то чтобы людям продемонстрировать какие-то свои изменения в жизни, вам надо было бы к ним ходить лично. В интернете сколько просто вы можете просто выкладывать фотографии, делать интересные посты, делиться, что происходит в команде. То есть показывать, что команда, общее общество, интересных людей, движущихся к успеху, что есть такие инновационные изменения классные, что обычная домохозяйка стала менеджером, заработала первые пять тысяч рублей, первую тысячу рублей. Но это же круто. И в интернете. В интернете. Ведь люди сидят и думают, как я когда-то. Как это в интернете зарабатывать? Они думают, что в интернете только есть одноклассники, контакты, ферма. Или жуки там, пауки, морковки, коты, танчики. Люди даже не думают, что здесь можно легко, ребят, легко, без образования, без специальных навыков, брать и зарабатывать деньги. Им надо просто это объяснить, чтобы они не боялись снять страхи. И тогда у вас все попрет. Просто знаете, иногда бывает, что это не сразу, но нужно продолжать. Нельзя останавливаться. Одно из моих любимых выражений, тоже не помню, кто мне его подарил, за припаркованной машиной движения нет. Ребята, только вы остановитесь и скажете, ой, я устала, все, я больше не могу, я делаю каждый день рассылку, нет результата. Вы знаете, а возможно, вот он прям следующий человек, который бы увидел ваше следующее объявление, это был бы тот самый золотой кораблик, которого вы так долго ждете. Поэтому я не останавливаюсь ни на секунду. Можно я сейчас немножечко похвастаюсь, потому что сейчас в комнате сидит одна очаровательная девушка, с которой я совсем недавно познакомилась. Она не просто очаровательная, это тоже человек, который, наверное, один из представителей людей, которые показывают силу воли, стойкости и непредалимого желания жить. Это Вероничка Болдырева. Вероника, поставь смайлик, если ты меня слышишь. Девочка сейчас живет в Саратове, а сама на Злонбасской области. Ребята, их дом взорвали. В Донецкой. В Донецкой области, да. Их дом взорвали, и они сейчас переехали в Саратов своей огромной семьей. Знаете, вот это, да, случайная встреча. Вероничка пришла по объявлению, привела свою собачку к нашему песику, да. Мы их поженили, сыграли свадьбу. Вот, и мы просто, да, чисто случайно. Я даже не приглашала Веронику в команду. Она просто сама попросилась, когда увидела, что мы занимаемся этим бизнесом. Вероничка, я просто, вот мы с Мишей, да, ты с ним еще пока не познакомилась лично. Мы тебе желаем огромного успеха. Я тебе могу сказать, что мы очень дружная команда и поможем всем, чем можем. Главное, да, сами делайте, ребят, потому что, если вы сами не захотите пить, то вас никто не заставит выпить. Правильно? Если вы сами не захотите дышать, то вас никто не заставит. Ты все? Ну, ты меня прервала, все. Друзья, хочу рассказать про путешествия, еще одну историю такую. У бабушки на Украине не было уже три года. За три года, конечно же, у нас в личной жизни огромные изменения произошли, куча путешествий. Я специально взял ноутбук, закачал все фотографии со всех наших путешествий за эти три года, чтобы показать бабушке, как живем, где были. Не просто на рассказах, что там в Таиланде на слонах катались, или в Москве на банкете, еще где. Я не знаю, сколько по времени мы сидели без отрыва. За это время мы посмотрели, я ей показал три с половиной тысячи фотографий. Другое? Она сидела, даже взгляд никуда не переводила, наслаждалась фотографиями, удивлялась постоянно, вопросы задавала. И в итоге она сказала, что гордится нами. Класс. И для меня эти слова были дороже всех возможных премий, каких-либо признаний от компании, от руководства. Благодарность и поддержка близких людей, родственников, бабушки, в данном случае для меня была намного дороже. Она рассказывала, что 83 года прожила и даже море ни разу не видела, и никуда там за пределы родного города не выезжала. Друзья, ведь у многих подобные ситуации. Кому-то достаточно, у кого-то мечта просто увидеть море, побывать на море. А для кого-то это три часа полета, и на выходные он там. Поэтому определитесь, на какой стороне вы будете мечтать о море, или же через три часа уже на нем находиться в любое время, когда захотите. А мне сегодня море снилось, как будто мы с вами на конференции были. У нас команда была огромная просто. И я купалась в море сегодня ночью. Ребята, это такое наслаждение. У него такой красивый цвет. А есть люди, которые море не видели? Поставьте в чате минус. Вы себе не представляете, это море было просто потрясающее. Вы не видели море? Да, мы полетим в Сочи, ребят. А вы полетите? Вы сделаете сегодня и завтра вот этот рывок, чтобы еще преодолеть одну ступенечку квалификации, чтобы полететь уже в сентябре, побывать уже в Сочи на море. Ребята, это так круто будет. Сделайте. Я вас, знаете, я вас очень прошу, не поленитесь, да не ложитесь спать сегодня. Делайте все, что возможно. Ищите свои кораблики, они к вам бы заплывут в вашу гавань. Вы знаете, корабли плывут туда, где их ждут. Они приплывут к вам обязательно. Поговорите с вашими новичками, расскажите им про эту удивительную стартовую программу. У нас же есть новички в комнате. Ребят, смотрите, для каждого новичка компания приготовила вот эту стартовую программу, в которой подарков на 16 тысяч и сколько-то рублей, почти 16 500. 13 500. Нет, 16 500 подарками здесь. И вы оплатите за каждый набор всего по 199 рублей. Ребят, представляете? Это же вообще потрясающе. Каждый раз нужно всего лишь делать заказ на 100 баллов. Вы знаете, мне что понравилось? Вероника мне позвонила и говорит, а где мне взять каталоги? Я говорю, у меня есть она. Тогда я иду к тебе. И она вчера пришла и утащила от меня целую сумку с каталогами. Понимаете, это вот желание жить и действовать. Это предпринимательское мышление. Ребят, берите, действуйте. И ваши новички, может быть, не знают, что есть такая стартовая программа. Возьмите им и расскажите. Сейчас посмотрим, что у нас еще интересного. Еще много людей не забрали подарки по акции «Твоя весна». А ведь там шикарные наборы. И если они продолжат и сделают заказики еще в этом каталоге на 50 баллов, то товароборот вашей команды еще вырастет. А люди получат в следующем каталоге вот такие вот шикарные часики. Где часики? Нету фотографий с часиками. Ну, я думаю, что вы знаете, какие часики они получат. Им надо просто скидать эту информацию везде, в Вайбере, в Ватсапе, в Скайпе, в ВКонтакте, в Одноклассниках, где вы общаетесь. Напомните, позвоните, расскажите. Скажите, что такие часы, подобные аналоги, стоят 7500 рублей, а они их получат всего за 199. У нас же спряталось. Ну и, конечно же, помним, что для того, чтобы получать все выгоды, все зарплату, премии, бонусы, нам необходимо быть в компании Reclame в премьер-клубе, то есть с личным заказом 150 баллов. Пока вы не совершили 150 баллов заказ, независимо от того, на каком вы уровне находитесь, вы не получите зарплату. То есть 150 баллов – это гарант, это 100-500% гарантированное получение прибыли, зарплаты ваших первых денег, не считая, конечно же, немедленной прибыли. Круто. Ребята, вот на такой позитивной волне мы хотим с вами закончить планерку и предлагаем приступить к активным действиям. Вы знаете, что нужно делать. У нас есть три вещи, да, всего три правила, которые нужно выполнять. Первое правило, правило трех П, это первое правило – пользоваться продукцией, то есть бери себе и своим близким. Второе правило П – это посещай все обучение, учись, развивай свое новое мышление, развивай новые навыки, приобретай опыт. И третье П – приглашай. Ребята, приглашайте всех, а потом уж разберемся, да, люди сами отфильтруются. Им надо заглянуть и посмотреть на нашу систему изнутри, чтобы понять, надо им это или нет, подходит или нет. Поэтому зовите всех, никогда не решайте за людей, они сами решат. А вы просто проводники. Ребята, вы просто показываете людям дорогу к новому, к новой жизни, к изменениям, к качественным, к переменам. А хотят они перемен или нет? Это уже второй вопрос, правильно? А вы хотите перемен? Вы готовы к новым результатам? Если да, то действуйте. И мы прощаемся с вами. До встречи в чате. До встречи сегодня на презентации. И у нас в 15 часов будет шикарный тренинг от Светланы Гагариной. Это один из моих любимых тренингов именно по развитию мышления. Подсознание может все. Приходите, не ленитесь, ставьте себе напоминалки. И в 11 часов бизнес-школа сегодня сопровождение новичка. В 11 утра и в 21 вечера. Ребята, новичков затаскивайте на школу, чтобы они привыкали к ним. Чтобы они уже потом ходили, знаете, как наркотик. Чтобы они уже понимали, что надо учиться, новые мысли. Идеи, развитие. Чтобы все это было, знаете, как в блендере. Все смешали и получился потрясающий вкусный напиток. Все, до встречи. Пока-пока. Передо мной еще миллионы сообщений в скайп-чатах. Прочитаю и, конечно же, к вам присоединюсь. Все, до встречи. Я на связи. Мы на связи. Пока. Мы на связи. Сейчас ролик поставим классный.